Сам процесс огранки включает несколько этапов, это планирование, то есть разметка, это распиловка, это первичная огранка, то есть подшлифовка, далее идет процесс обточки и в конце концов это процесс огранки. Согласно решению руководства, где-то около двух лет назад у нас началась активная процедура автоматизации производства и на сегодня мы имеем достаточно большой цех автоматической огранки, который позволяет нам в месяц огранять около 12 тысяч бриллиантов в месяц. Это, скажем, и данный цех обслуживает порядка 4-6 человек, то есть грубо говоря, данный цех заменяет одну большую бригаду огранщиков. Что касается подлинности, то все алмазы, которые мы обрабатываем, мы покупаем у компании «Алроса» согласно другосрочному контракту, который у нас в настоящее время действует до конца 2017 года. Коллектив у нас сплоченный, всего по группе компаний работает порядка 500 человек, а именно на «Алмазообработке» занято более 100 человек. Работают исключительно местные кадры, это молодые люди, это семейные люди, средний возраст порядка 30 лет, примерно так 30-32 года. Основной костяк у нас работает практически с основания компании, это 20-17 лет в среднем стаж работы основного костяка. Порядка уже трех лет, даже может быть больше, мы сотрудничаем с СФУ в плане подготовки кадров, и мы предоставляем некоторую часть наших площадей под практические занятия студентов. То есть сегодня студенты имеют возможность с самого начала до конца, то есть весь процесс алмазообработки они могут не только изучать теоретически, но и практически. Помимо этого мы им даем возможность работать уже с настоящими алмазами, их огранять, распиливать, оценивать. Предоставляем, да. Алмазогранилиное направление группы компании «Пел Даймонд» созесточено, находится только в Якутске. И естественно все алмазы, все бриллианты сделаны только здесь, в Якутске. На сегодняшний день группа компании «Пел Даймонд» имеет 40 ювелирных салонов по России. Это дало нам возможность сделать определенную платформу для дальнейшего развития. И согласно решению руководства Петра Степановича в конце прошлого года, в этом году мы начали активное расширение ювелирной сети за рубежом. Первая страна, которую мы планируем освоить, это Казахстан. Буквально в марте месяце мы открыли два ювелирных салона в городе Астана и Алмата. Общее количество ювелирных салонов в Казахстане в будущем, до конца текущих годов, достигнет порядка семи салонов. Помимо этого, идет активная работа по открытию ювелирных салонов в Вене, в Гамбурге, в Лондоне и в Белграде. На этом география не заканчивается. Мы активно работаем в плане расширения географии, открытия новых ювелирных салонов, новых офисов за рубежом. И в ближайшем будущем во всех европейских столицах вы можете увидеть наш ювелирный салон, где будут настоящие якутские бриллианты.